Утро на Болткове Ну, это по области, по Латгалии было Будете выходить, короче, из дома, не слушайте Шунина, одевайтесь потеплее, а то он у нас там сейчас вот скажет Плюс 15 будет днем, но сейчас надо, да, сейчас надо утепляться, зато без дождя, знаете, зато безоблачно, зато солнышко светит, все приятно, все хорошо, все в дом Да, все в дом, ну и вот сейчас мы поговорим о проблемах тех людей, которые действительно сталкиваются с проблемой трудоустройства, поскольку это люди с особыми потребностями И сегодня, именно сегодня, 16 сентября с 16 до 19 часов есть возможность, посетив мероприятие, такой мастер-класс, найти работу, найти потенциального работодателя Ну и вот обо всем, об этом мы попросим подробнее рассказать, можно сказать, вот амбассадора, посла этого социального проекта Лигеру, Ингу Мужнец, который с нами сейчас на прямой связи Здравствуйте, доброе утро Доброе утро Лига, да, доброе утро, расскажите, значит, Красу Таю 12, Центр Кока, Рига, то, что называется, в 4 часа дня, вот это мероприятие для молодых людей с инвалидностью и предпринимателей, которые ищут работников, теперь нам нужны подробности Кто, что, где можно трудоустроиться Сейчас вот начало 10 утра, кому интересно, кого это касается, есть время еще вписаться в этот проект Ну, я думаю, все успеют, но расскажу все по порядку Значит, сегодня 15 предпринимателей будет делать свои мастер-классы, где можно попробовать, ну, профессию, просто примерить, нравится или не нравится И молодые люди, начиная с 16 лет и до 29 лет даже, может приходить и попробовать Посмотреть, как это будет, если работать в садоводстве Посмотреть, если можешь стать юристом Еще попробовать сделать себе хорошее кофе и, может быть, стать баристом Будет еще и как составить CV, и как себя девушки могут накрасить, когда идет на работу И, конечно, мастер-класс по одежде, так стильно одеваться Я думаю, что это все можно попробовать, прийти и просмотреть, нравится ли или нет Потому что, мне кажется, очень важно, если тебе нравится то, что ты делаешь, значит, ты никогда не работаешь, а только занимаешься любимым делом и получаешь за это деньги Но эти мастер-классы, они для всех молодых людей или для молодых людей все-таки с инвалидностью? Знаете, было так, мы сначала думали, что будем фокусироваться на молодых людей с инвалидностью Но мне начали звонить молодые люди, спрашивают, а почему мы не можем? Значит, это будет для всех молодых людей, которые хотят принять решение, что делать в будущем и как зарабатывать деньги Насколько все-таки предприниматели будут искать потенциальных работников с учетом их возможностей? Если, например, вы говорите, посмотреть, а вдруг придут слабовидящие люди Например, в какой области они могут себя предложить в качестве работников? Да, там будет и мой колл-центр Сонидо, и у нас уже работают люди слабовидящие И будет моя коллега Лолита, которая будет с собакой-поводырем И она сможет рассказать, как она работает, как она приспосабливается Вообще, насколько это актуальная проблема в Латвии? Известно ли примерное количество молодых людей с инвалидностью, которые хотели бы трудоустроить? Приносить пользу и обществу, и прямо, скажем, себе деньги зарабатывать? Какая-то статистика, известно? У меня известно, но я на это утро не подготовилась Но я знаю, что каждый год люди с инвалидностью в Латвии прибавляются плюс 10% И если мы пойдем в ту же самую динамику, то в 2030 году из всех жителей Латвии уже 27% будут люди с инвалидностью И если работодатель не будет думать, как им давать работу, на самом деле это будет катастрофа Не будет, кто работает И я думаю, что лучше работать, чем быть на пособиях Потому что работа дает тебе самоуверенность в себе Ты можешь что-то делать И я думаю, что нам надо давать сигнал, что мы всех людей хотим видеть в рынке труда, а не на пособиях И это, мне кажется, очень логично, потому что не надо думать, он может, не может Пробуем, что может, то и делает Да, с одной стороны, получается, это и социализация, это и заработок реальный, свой А с другой стороны, это снижение нагрузки на социальную сферу, то есть те же самые пособия Если человек зарабатывает сам, то это же прекрасно Со всех сторон прекрасно, в том числе с точки зрения государственного бюджета Он не получает эти деньги, еще и выплачивает в бюджет Ну, это прекрасно, это нужно только развивать Я полностью приветствую и поддерживаю подобные инициативы, вот как сегодня будет Со стороны предпринимателей, есть ли инициатива, потому что вот вы сказали, что 15 будет предпринимателей Вот насколько широко предприниматели готовы принимать на работу Есть ли, я знаю, что вот в некоторых странах есть даже определенные квоты, которые для больших компаний Они должны принимать определенное количество людей с инвалидностью Вот у нас, насколько предприниматели открыты в этой сфере? Предприниматели на самом деле очень открыты То, что надо немножко, как сказать, подтянуть информацию, как с этими людьми работать Если берешь на работу людей с инвалидностью Потому что там очень много стереотипов И все забывают, что мы только люди И надо диалог рассказывать друг другу Что можем, что можем дать, что можем взять А на самом деле, если смотреть, ну так, на будущее Я думаю, что систем квот мы не избежим Потому что не будет больше денег на пособие Надо будет работать И я думаю, что почему ждать Делаем сейчас Приспосабляемся И на самом деле Ну, работодатели знают, что сейчас на рынке найти сотрудников Это так вызывающее уже Что надо думать новые способы Как привлечь молодежь Вы все правильно говорите Но, тем не менее Насколько часты случаи Когда люди со своими потребностями Сталкиваются с подобного рода предубеждением И всеми правдами, неправдами Пытаются найти какие-то отговорки Но все-таки не взять их на работу Я тех предпринимателей лично не знаю Потому что те, которые со мной вместе Идет из клуба B&I Мы все думаем именно о том Как все-таки взять на работу Потому что у меня со мной Очень хороший личный пример У меня в Сонидо колл-центре Работает 60% людей с инвалидностью У меня это хороший пример Как это сделать И я всегда открыта, чтобы другими рассказать Как это сделать На самом деле не так уж трудно Только надо Первый шаг Надо хотеть И тогда это сработает И если у кого-то есть мысль Что с ними труднее На самом деле нет Если они хотят работать Они даже больше стараются И они очень хорошо понимают Что они должны стараться Чтобы получиться Вот у меня как раз Вы предвосхитили мой вопрос Вот что ждут работодатели От работников Вот какие есть Может быть Ну требования Интерес Проявления инициативы Трудолюбие Порядочность Честность Вот какие вот Такие вот черты характера Которые востребованы сейчас Есть только одна Очень-очень важная Характеристика Он должен хотеть работать Это самое главное Потому что сейчас предприниматели Очень хорошо делают Внутреннее обучение Они могут и обучить И устроить И даже дать все возможные бонусы Которые нужны И там социальные Там обдрожь наша, например Или там транспорт И на работу Если нужно Прособить все Вперед, где он будет работать Ну предприниматели Очень открыты на этот счет Если придет кто-то Скажет Я очень хочу работать И там есть возможность Я думаю Что там можно найти Как сказать Своего работодателя А существуют ли какие-то Не знаю Налоговые преференции Для предпринимателей Которые трудоустраивают инвалидов Нет То есть это исключительно По зову сердца И по доброте душевной И с пониманием Того что Это нормально По большому счету В принципе об этом Зачем там Разграничивать Разделять Инвалид не инвалид Все люди Всем нужна работа Да Вот пожалуйста Есть вакансия Да Субтитры Субтитры Думаются О подобных программах Им очень трудно В принципе Это нужно что-то Что-то знать У нас Сколько Людей Субтитры Они 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 сами Сказали Субтитры И эфир Называется Группы Интересным Важным Нужным Проекте Музей в темноте Новый проект Слепые экскурсии По городу Обо всем Об этом Через Несколько минут Радиоболтком